Привет, дорогие друзья! На днях я узнал, что вышла новая игра Грань для всех московских учащихся школ, колледжей и вузов, кому от 14 до 18 лет. В общем, это браузерная игра, которая помогает определиться с вашей будущей профессией, узнать про крутые локации в городе и также получить приглашение на закрытую вечерину. А по итогу игры вы сможете пройти стажировки в популярных компаниях, а также выиграть крутые гаджеты и многие другие призы. Ссылка есть в описании, а я уже начинаю процесс регистрации. Процесс регистрации довольно-таки прост. Просто заходим на сайт, который по ссылке есть в описании, нажимаем начать игру сейчас, затем вводим свой номер телефона, получаем пароль в смс, вводим этот пароль и просто нажимаем вход. Вот мы и зарегались, ребят. Все, погнали играть. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Отличник Лайв и сегодня я решил записать для вас новое видео. Топ 8 моих лучших кроссовок. Идею я позаимствовал с канала «Вне мой», потому что мне очень сильно понравилось, как человек рассказывал о своих кроссовках, о любимых парах обуви, которые он приобретал в абсолютно разных местах, в любых точках мира. И, конечно же, он выделил самые лучшие качества своих кроссовок. Итак, я предлагаю вам показать сначала весь общий обзор моих кроссовок. Итак, начиная с Найков, полужорж третьих, потом планы, переходя на «Монархи», мы встречаем «Адидас Юнг 96 Чейзн», потом прощаемся с «Армаксами 95-ми», «Армакс 95-ми». Значит, у нас идет зон 2000, это кроссовки тоже Найк, здесь у нас Reebok Instapam, мои любимые Найка Air Force, которых я сейчас гоняю, это первая серия, они обычном кастоме, то есть никакой он не раскрашенный, обычные белые кроссовки. Ну и, конечно же, мои любимчики, это Vans of the Wall, это шахматная коллекция, вроде как из Гарри Поттера, вот, но это обычные высокие кеды Vans. Я предлагаю начать с коллекции Найка и рассказать вам немножечко поподробнее о них. Теперь я хочу немного рассказать о своих кроссовках Найка Air Max «Монарх 4-я серия», которые у меня здесь представлены, вот такой вот лютой окраски, как мы видим, они красно-черные, но здесь, что стоит отметить, эти «Монархи» за мои два месяца носки еще нигде ни разу не замялись, не помялись, не пошелкались. Абсолютно чистая верхняя часть носка, никаких замятий нету, все абсолютно чисто и красиво. Здесь мы видим, появились небольшие катышки, но за счет того, что здесь у нас такая тканая прошивка, поэтому ткань, конечно, чуть-чуть шелушится. Здесь мы видим большой крючок для надевания, ну и понятно, что у него есть баллон. Баллон скрытый получается, у Nike Air Max «Монарх 4-й баллон скрыт». Тем самым, здесь он очень хорошо проминается, что дает вам максимальную амортизацию при ходьбе. Грязная подошва, не помытая, разверни наоборот. Максимальную амортизацию при ходьбе обеспечивает буст, который закрыт в данных кроссовках. Думаю, что им стоит поставить 8 из 10, поэтому эти кроссовки вы можете смело покупать в любых магазинах «Спортмастера» за 4000 рублей и носить осенью, летом, ну, возможно, даже зимой, если у вас, как у нас в Краснодаре, тепло. Переходим дальше к моим вторым любимчикам несменной классики, это Air Max 95. Да, ребят, действительно, это классика, потому что она у меня слегка заношенная. Как вы видите, на носке уже появились пятна, которые нужно вычищать, как ни странно, пятна выводителем. Кроссовки чуть-чуть такие, знаете, уже поношенные, видно, что я их носил. Но, скажу вам честно, баллон у меня не лопнул за года два носки. Вот, всё осталось в низменном состоянии. Также напомню, что это технология Air Max. И здесь у нас баллон уже в открытом виде, примерно такой же, как у Монархов, только он ещё намного мягче. Действительно, этот вариант кроссовок подходит для тех, кто привык заниматься баскетболом, либо каким-то другим спортом, потому что у них имеется очень высокая подошва, которая составляет около 5 сантиметров. У них здесь технология Nike Air Max Boost, тем самым вы можете спокойно бегать, прыгать, и ничего с вами не случится. Переходим дальше к моим любимчикам, это Nike Paul George III из несменной коллекции, которая называется «Вперёд на Луну». «Вперёд на Луну» ознаменовалась столетием высадки на Луну американских космонавтов Луи Армстронга, и эта коллекция была куплена мною в Дубае. Мы видим здесь фирменные цифры Paul George 93552, и, конечно же, логотип, который здесь у нас... Логотипом можно назвать этот ярлычок Paul George, здесь у нас флаг USA, ну и здесь написано «Don't tell me the sky, the limit when there are footprints on the moon». Говорит мне, что Земля – это предел, когда есть следленное вне. В общем, эти кроссовки отлично подходят для данкеров, для баскетболистов и прочих спортсменов, например, тот же самый волейбол. Но эти кроссовки изначально были куплены из баскетбольной коллекции, тем самым они предназначены исключительно для этого вида спорта. Они заслуживают 7 из 10, потому что, когда вы надеваете данный кроссовок, он начинает сжимать вашу ширину стопы. И за счет этого вы получаете некий дискомфорт во время носки. Но потом у вас нога адаптируется, если вы, конечно, рашнуруете некоторые части. Ну а так, конечно, 7 из 10 этим кроссовкам они вполне заслуживают эту оценку. Переходим дальше. Здесь мы видим Adidas Original Tayaan 96 Chase, которые покупались в Сочи совсем недавно. Что стоит отметить при этих кроссовках? Во-первых, у них лютая расцветка, начиная с оранжевого верха, заканчивая абсолютно ярко-красными вставками по бокам. Здесь мы видим голубой логотип Adidas. Такая же технология буста почти как у монархов, только там нет баллона, это просто пена. То есть это пенистая подошва, которая также амортизирует вашу ногу при ходьбе и может легко сравниться с монархами четвертыми. Здесь мы видим 3 полоски Adidas, которые выполнены в таком бежевом тоне. Ну и конечно внутри стелька тоже выглядит оригинальным образом. Этим кроссовками я ставлю свободно 8 из 10, аналогично как и Air Max, потому что они меня еще никогда не подводили. Они очень удобные, хорошие, а главное красивые и подойдут под любой вид вашей одежды. Переходим дальше к несменной классике. Несменной классикой можно назвать Reebok Instapump Fury, которые покупались в Мекке за 10 тысяч с лишним рублей. Я абсолютно недоволен этими кроссовками, я им поставлю 5 из 10, потому что у них просто сломался насос у обоих пар. То есть вот здесь был сломан насос и тут был сломан насос за некоторое время носки. Все это произошло вследствие того, что здесь сделано очень слабое укрепление и абсолютно нет места под палец. Когда вы начинаете накачивать кроссовок, воздух откуда-то начинает пропускать. Это безусловно микротрещины, которые абсолютно не видны обычному простому человеку, но эти кроссовки можно носить не надувая. Они очень хорошо сохраняют форму вашей стопы. Ну тут можно заметить также красивую подошву, которая выполнена по технологии Instapump. Это у нас фирменная подошва Reebok. Она такая, можно сказать, пневматическая. Ну так же составляет у нее высота 5 сантиметров. Этим кроссовками я ставлю 5 из 10, потому что у них сломался насосик. Идем дальше. Это Nike Zoom 2000. Удобнейшие кроссовки с технологией Zoom Air. Сделаны на очень мягкой подошве. Сделана, кстати, я не знаю из чего. Тут какой-то идет силиконовая какая-то пропитка. И там внутри, наверное, обычная пена, как у всех других кроссовок. Ну, у них здесь такие вставки сделаны, типа это крылья птицы. Они у меня выполнены в желтом цвете, в желтом кастоме. Вот. Ну, кроссовки заслуживают свое 8 из 10, потому что они мне аналогично никогда не подводили. У них можно спокойно ходить на физкультуру, гулять по улице. И, в принципе, вы будете выглядеть нормально. Переходим дальше. Моим самым любимым кроссовкам на данный момент это Nike Air Force 1. Эти кроссовки я покупал за 8 тысяч буквально недавно. Почему я их очень так давно хотел? Ребят, они подходят под любой вид вашей одежды. Вы можете быть одеты как в спортивный костюм, так и в обычную классику, чтобы ходить в школу. И эти кроссовки подойдут вам ко всему. К сожалению, не было данного варианта кроссовок в моем любимом черном касте. Им пришлось брать в белом, со черными вставками, с черным слушем. Но, в чем минус белых кроссовок? У них появляются быстро заломы. То есть, они видны. У черных кроссовок такого не бывает. Но вот, чтобы исправлять заломы, вам необходимо вставлять что-то твердое туда, вовнутрь кроссовка. Я такого не делаю, поэтому у меня есть небольшие такие заломы. Ну и понятное дело, что некоторые пятна, например, вы где-то шовкались, они остаются на белом кроссовке. Так я им ставлю 9 из 10, потому что это удобнейшие, крутые, стильные, классические кроссовки Nike Air Force. Переходим к моим последним кроссовкам. Это Vans, высокие кеды. Они, конечно, предназначены для скейтборда, потому что их приобретают исключительно скейтбордисты. Но их также можно носить и повседневно. Но есть один нюанс небольшой. Мне продали ее с небольшим пятном, эту пару кроссовок. Вот здесь вот, как будто кто-то сморкнулся в них. Но ничего страшного, потому что абсолютно не видно этого сморчка. Кроссовки, точнее кеды, очень удобные. Но, понятно, они жесткие. Ну и не носить их зимой не рекомендуется, потому что они очень тонкие. А так, вот на широкую ногу, например, на длинную, как у меня, можете покупать эту пару обуви и носить с удовольствием. Подходят они также ко всему и выглядят необычно. Советую вам брать кеды на размерчик больше, потому что на размерчик меньше вам будут жать, как мои венсы, купленные совсем недавно. Вот, ребят, такое видео вышло. Надеюсь, получилось очень информативно. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите в комментариях, какие пару обуви есть у вас, такие же, как и у меня. Все, ребятки, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok